Приветствую вас всех, друзья! Меня зовут Дмитрий, и сегодня я вместе с вами вновь на просторах игры Skyrim. Находимся мы вместе с нашим главным героем сейчас возле крепости, где у нас был Таумар. Тут они держали всех пленников, которых ловили и уличали в том, что они поклоняются Таусу. Тут мы освободили Торальда Серую Гриву, это сын той старушки, которой мы обещали еще в Айтране разыскать ее сына. Мы это сделали, собственно, с вами в прошлой серии, и теперь можем спокойно возвращаться к ней и сказать, что все сделано. Сам сыночек туда не пойдет. Он считает, что там его будут искать в первую очередь, и поэтому стоит заняться тем, что и раньше. То есть отправиться обратно к братьям Бури. Не знаю, будет ли ему там безопасно. Так у меня персонаж, что ли, завис? Вдруг... А, он решил немножко подумать, поискать Кирочку, потом понял, что ее нету, и руками отголупывает, так сказать. Ну да, руда к нам идет. Ладно, оставим это на совести игры. Главное, руда добыта. Мы же сейчас с вами отправимся обратно к Вайтрану. Сначала, конечно, к Солитюду, а потом оттуда на полоске Вайтран. Мне хочется, во-первых, обустроить наш дом, во-вторых, сказать бабушке и обрадовать ее. Все-таки старушка заслужила того, чтобы знать правду о своем сыночке. Ей вообще в свое время все говорили о том, что ее сын погиб. Так, превосходно. Я довольно неплохим стрелком стал. Два саблезуба, и они даже не поняли, что их убило. Идемте, прокрадемся лучше. В прошлый раз, когда я сюда шел, там стоял, кстати, охотник. Собака. И, по-моему, они его загрызли. Печально. Охотник стал сам жертвой. Так, я получил бонус за скрытность. Интересно, от кого я прятался. Вроде бы все мертвы, не считая вон тех вот грязекрамов. И, кстати, по-моему, это бандит. Ничего себе. Видать, за то время, что я зачищал гарнизон, охотник успел уйти, а сюда пришел какой-то бандюган. Ну и ладно. Я, в принципе, рад. А то я хотел уже его оплакать и попробовать, например, пустить его тело в плавь воду. А то гнить его оставлять так не хотелось. Но бандитам мне не жалко. Так, собственно, куда я сейчас могу с вами отправиться, чтобы подняться? Пока в какую сторону не смотреть, я подъема не вижу. Вон там у нас крепость. Кстати, в ней должен обитать имперский легион. В серии, когда я поступал на службу в легион, меня направили туда, чтобы я зачистил это место. Я успешно справился. Теперь, думаю, там наши ребята. Возможно, я смогу к ним подняться и пересидеть. Ночь, например. Скоро она у нас наступит. Великолепно. Еще одна пещера. Причем с таким же названием, как и пещера чуть выше. Только та верхняя пещера, отвесная скала или что-то там еще. О, я вижу нирн. Эти корни надо собирать, потому что по пути в деревню Айверстет есть ферма, где их покупают по 30 золотых за штучку. Это довольно много за травку, которой мне ничего не стоит подобрать. И сейчас я вижу очень интересное место. Так, тут еще, по-моему, корень нирна. Да, таки есть. А, он живой? Тихо, тихо, тихо. Ровно не нападай на меня. Переди у нас затонувший дракар, который, похоже, еще и переломился на две части. Да, и рядом кто-то там сидит. Вон, видите, костер. Давайте подберемся поближе, осмотрим это место. И, конечно же, не будем упускать из виду лес. Хоть музыка и довольно успокаивающе играет, но тут, как говорится, затишь и обманчиво. Будем внимательны, не будем поддаваться расслаблению. Странно. Как-то подозрительно тут тихо. Я бы вам сказал, очень подозрительно. Ага, вон он. Они просто не прогрузились, ребята, как говорится. Так. Давайте тогда снимем вот этого парня. Ну и что это было? Фокус, фокус. Так, не беги ко мне. Я так решил, что парень с двуручным оружием намного опаснее. Тихо. Там у нас кто-то есть еще. Хорошо. Будем иметь в виду. Осмотримся только здесь впереди. Нейтрализуем этих грязи крабов. Промахнулся я. Превосходно. Или стрелы просто не летят. Так и есть. Как мне нравится эта игра. В этого, главное, ни одна не попала. Я не знаю, с чем это связано. Я пытался решить эту проблему. Поставил все последние патчи. Но существует такая штука, что стрелы просто не вылетают из звука. Как это решить? Как видите, нигде я не нашел. Значит, будем терпеть. О, е-мое. Столько крутил, крутил для того, чтобы вот так сломать отмычку. Так, гребаный ты. Вор. Вот так, может? Нет, вот так, наверное. Так, третья отмычка пошла. На слом. Вот, наконец-то. Ну ладно, 75 золотых. Деймерский медь, блин, он слишком тяжелый. Внутри у них, кроме пустых бутылок из-под вина и сыра, ничего нету. Значит, брать ничего не будем. А где парень? Вот он. Ему прям в затылок попал. Удачный выстрел. Что я могу сказать? Давайте теперь прокрадемся сюда. Посмотрим, кто у нас внутри. Надеюсь, их немного. Если что, воспользуемся ближним боем. Да, меч должен решить все мои проблемы. Женщина. Ну ладно. Плохое ты набираешь время, чтобы ты не справишься. 60 золотых. Да, нормально. Даже несмотря на то, что я немножко просто волосился со взломом. Я нормально тут нажился. Можно будет еще по пути что-нибудь найти. Стоит же ценно и забрать это. Вон там впереди у нас, судя по всему, башня где-то есть. Так, и я как раз и дальше буду. Блин, меч крови это страшно выглядит. У нас впереди еще волки. Надо будет поближе подобраться и постараться их пристрелить раньше, чем они меня заметят. Так, и башню не потерять из виду. Я там, похоже, не был, да? Так, этот краб мертвый, мертвый. Волки. Они сливаются, кстати, смотрите. У них довольно интересный окрас. Нормально. Быстренько, быстренько сюда. И я с их шкурок потом поделаю кожаную броню. Это мне поможет прокачать кузнечье дело. А, подождите, смотрите. У нас еще тут руда. А руда это тоже поможет мне прокачать кузнечье дело. Впоследствии я смогу с вами делать довольно эффектные доспехи, а также разную экипировку боевую. Булки, по-моему. Драгоценности даже. Это для красоты. Оружие. Существует довольно много модов, которые расширяют ассортимент оружия, которое я могу выковать. Которое, извините, я заговариваюсь. Сейчас в 7 утра просто. Так. Тут нет у нас урода никакой. Ладно, нету, так нету. Впереди гряди крабы. Ну ладно, не буду их убивать. Идемте к башне. Возможно, возле нее также будет и подъем. Блин, еще вечереет. Не люблю я ночью лазить здесь. Кто меня заметил? Ну ладно, видишь ты меня морж. Что теперь? Меня всякая такая обычная живность замечает лучше, чем любой враг. Это иногда напрягает, особенно когда крадешься, вот так, вечерком в лесу. И неожиданно вас заметили. И так, жим-жим. Одно место. И думаешь, блин, кто? Оборачиваешься, а там вот такой вот морж на тебя смотрит тупым взглядом. Так, тут вроде все тихо, да? Вдовья застала. О, название не ахти какое. Сейчас надо посмотреть, нет ли тут кого-нибудь живого. Вроде не слышу никого. По крайней мере пока. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Пути женщина, но она в черной рясе, это наверняка какой-нибудь маг черный. Ведем. Ага. Последнее ее слово, конечно. Но. Мы через лопатку прям в сердце попали. Давайте осмотрим теперь это место. Надеюсь, она тут была одна. Да, похоже на то. Не знаю, чем она тут занималась. Но явно ничем хорошим. Стрелу жалко, я не могу свою забрать. Так, тут я смогу куда-то подняться? Да, смогу. Превосходно. Посмотрим все здесь. Неужели ничего ценного не осталось в этой башне? Видать, когда-то еще это построили древние норны или имперцы. Так, о, сундук. Сундук, это хорошо. Эксперт. Так, прочесть. Месяц руки дождя. Восстановление увеличено превосходно. Я ее заберу. Щит я трогать не буду. Превосходно. Я должен за 40 отмычек уложиться, ребята. Вот, нашел. Нет. Вот так. Пойдет. Что у нас тут? Две мирские перчатки. Нет. Взяли меткости. Заберем 532 золотых. Превосходно. Слушайте, я рад, что сюда попал. Очень даже прибыльное место. Это что такое? Стул перевернутый. Ну ладно. Больше ничего интересного. Но я, в принципе, и тому, что нашел, очень рад. Нет, все-таки 532 золотых. Не каждый день найдешь просто так. Даже убив какую-нибудь ведьму. А мне за целую пещеру разбойников выдавали не больше 100. А тут сразу 532. Блин. Хочу еще такое место. Кстати, мне написали, что каждые две недели тут распаунится все. Переделак какой-то. Что у нас внизу? Кварь нервная. Это хорошо. Все тихо. Даже как-то подозрительно. Ну и руду, конечно. Довольно много руды попадается. Жалко только, что только железная. Хотя мне написали, что можно делать трансмутацию. Ну из одной руды в другую. Но я пока... Думаю, что мне это не нужно. Возможно, впоследствии, когда я открою другие способы создания каких-нибудь вещей, я это и сделаю. Ну, у меня, по-моему, серебряного оружия нету. В настройках кузницы. Или в ассортименте того, что я могу создать. Скрытность прокачал. Превосходно. Так, ну... Не надо меня видеть, ребята. Моржи. Вы же не хотите умереть? Смотрю. Все. Я внимательно сейчас смотрю на камни. В случае, если вдруг окажется, что это руда. Не хочу пропустить. Тем более, что у меня есть запас. По переносимому весу. И, кстати, я вышел к какой-то дороге. Впереди соблю зуб. Попал один раз. Превосходно. Я стал мастером лука. Осталось научиться так же драться на мечах, и ей жизнь удалась. Кстати, тут еще какая-то пещера. Воронья нора. Что-то мне туда не хочется идти. Пусть она просто будет у нас на карте. Я пока что предпочту отправиться к солитюду. Тем более, что я почти загружен под завязку. Даже если я там что-то ценное найду, я не смогу это с собой унести. Не буду бередить свое самолюбие и жажду наживы. Просто в этой пещере мне могут, если что, навешать просто. У меня стоит или... И так изначально было, я поставил еще один мод, который отвязывает всех монстров от моего уровня. То есть, я могу в любой момент встретить кого-нибудь такого, кто меня, по сути, просто порвет. Только не знаю, это распространяется ли на дополнение драгонбор. Потому что мод вышел до него. А, насколько я знаю, драгонбор нам добавляет достаточно много новых монстров. И, возможно, у нас будут проблемы с тем, что я буду слишком крут для того дополнения. Мне кажется, или тут что-то лежит. Волк, дохлый. Ладно, в принципе, я не в обиде. Ничего себе. Кто-то толпой просто рвет этих волков. Надеюсь, это кто-то дружелюбный. Или это таумарцы. Ну, тихонечко, давайте проследуем за ними. Соберем шкурки. Да нет, это легион. Да, имперский солдат. Жалко парня. Мне надо было пораньше подоспеть, да? Привет, друзья. Государственное дело. Иди своей дорогой. Да, иду, ребята. Какой славы империи. Хотел по-латыни что-нибудь сказать, но что-то на ум ничего не приходит. Я, кстати, очень рад, что у нас тут вот эти ребята. Мне как-то спокойнее идти по дороге, по которой пройдет легион. Даже если у меня будут проблемы, они придут мне на помощь. Ребята это довольно добрые. Так, а ты кто? Вооружусь-ка я. Who is you? Говорят, неподалеку были какие-то беспорядки. Я собираюсь все разузнать. Ну-ка. Куда ты идешь? Мне не стоит говорить, с кем попало. У меня ответственное дело, знаешь ли. У него двиверские доспехи. Я могу избавить тебя от мороки. Нет, я справлюсь. Но все равно спасибо. Говорят, неподалеку были какие-то беспорядки. Ну ладно. Я собираюсь все разузнать. Надо было подкупить, блин. 48 золотых, это не так много. Теперь, знаете, до жути интересно, куда шва эта дамочка. У нее тяжелые две мирские доспехи. Тихонечко давайте красаться. Я неожиданно понял, что я бегу во весь рост и гремлю. крича, я тут, убейте меня. Куда мы сейчас попали, кстати? А, все понял. Я узнал это место. Мы сейчас возле храма Меридии. Ткань развивается довольно шумно, кстати. У меня в наушниках даже ветер заглушает ее трепыхание. Ну да, он впереди. Видите? Тихо. Ого. Ну, ничего себе, ребята. Я тут не знаю, два или три раза пробегал, но только сейчас заметил, что здесь оказывается есть слово сила, которое можно изучить. Не перестает меня удивлять этот мир и эта игра. Ну, сюда я не пойду, я тут уже был. Сейчас мне по сути надо спуститься и поскорее отправиться к Солитюду. Там у нас есть повозчик, который бесплатно практически меня доставит куда мне надо. А надо мне в Айтран. Надеюсь, ночью он работает. Не хотелось бы мне провести всю ночь в таверне в Солитюде. Довольно неспокойное место это. Тихо. Хоть ночь тут и довольно красиво, я все равно боюсь. Так, это не то. Я хотел посмотреть, что у меня на быстрой кнопке за бендино. Конечно, открыл то, что нужно, но не так. Тихо. А, это гудит храм Меридии. Нормально. Все вроде. Я думаю, теперь должно быть поспокойнее, я даже немножко побегаю. Жалко, что, как раньше, в Морвенде тут нельзя прокачать атлетику, просто много бегая. корифеем игры, кто начинал еще с первых частей, наверное, всем хочется того же самого, потому что я помню, прыгал много, чтобы прокачать акробатику. Там откроются более крутые трюки по прыжкам, более высокие прыжки, можно будет даже безшумно прыгать, а сейчас, похоже, этого всего нету. По крайней мере, в Обливье я не помню, чтобы это было. А вот и повозчик, да? Друг, не спишь? Я могу отвезти тебя в столицу любого владения. Я рад. Ну, куда едем? Мне Вайтран нужно. Залезай обратно и отчаливаем. Без проблем. Ну, пошла! Хаджеты, мастера, воровства. Говорят, следующая часть будет как раз происходить в их родной стране. Мне вот интересно, это правда или нет? Я так считал, что сейчас все силы Базеста Софтворк сосредоточены на том, чтобы выпустить The Elder Scrolls Online. Я не знаю даже, что от игры ждать. Я не прочь, конечно, на нее взглянуть, особенно, если там будут ну, неделя или пару дней, как когда-то с World of Warcraft ознакомительных. Хочется посмотреть, что получится из игры. Ну, по-моему, серия вообще The Elder Scrolls сваялась тем, что тут были интересные очень квесты и новый мир. А онлайн-игре это очень быстро приедется, а квесты на большую территорию вряд ли они смогут выдумать интересные. Но, по крайней мере, с этим у них должен быть опыт большой. Конечно, для одного все тут прекрасно, круто, но сами видели, как от Морроинда до Скайрима изменялись квесты. Например, мне больше всего квесты понравились как раз в Обливионе. Тут уже похуже система. Видать, либо люди поменялись, некоторые, которые отвечают за можно что-то. Либо еще что-то. Друзья, мне много кто улыбается. Нет, старушка. Говорят, стражи рассвета возрождается. Это охотники до сути. Пожалуйста, скажи мне, что у тебя есть новости о моем сыне. Да, торак в безопасности, бабушка. Да, вы спасли его, отведи же меня к нему. К сожалению, но я не могу этого сделать. Он решил, что тут ему будет опасно и он может навлечь беду на вас. Что? Я даже не смогу увидеть сына после всех страданий? Как? Как я узнаю, что ты действительно говоришь правду, а не то, что я хочу услышать? Ну, он просил передать вам. Не бойтесь холодных зимних ветров. Ибо они несут семена будущего лета. Да, это мой сын. Значит, все правда. Что ж, хотя бы он жив. Мне этого пока хватит. Спасибо, дорогой друг. Тебе удалось вернуть мне сына. Я попросила Йорланда выковать это для Торрельда в качестве подарка на возвращение. Раз уж Торрельда его не вручить, ты возьми. Мы всегда сможем сделать новый, когда война закончится и Торрельд вернется домой. Превосходно. Бывай, бабушка. А теперь ступай и береги себя. Ладно, так, надо что-нибудь съесть, я так понимаю. Перевес довольно приличный. Есть ли у меня что-нибудь, что я могу выучить? Какие-нибудь магические заклинания. Нет, похоже, ничего нет. Значит, действительно придется есть. Выпьем вина немножко. Капусту я есть не буду. Картошку тоже. Сыр. Еще сыра. Осевый стейк. печенок картофеля съедим. Помидорочки. Еще круг сыра. Я думаю, скоро мой герой станет ненавидеть этот сыр, да? Хлебушка. Мед надо выпить. Пару бутылок Эля. И думаю, я смогу бежать. Нет? Ну, ладно. Значит, еще помидорок. еще мед. Вот и хорошо. Идемте теперь туда. Говорят, твое присутствие действует на талмарцев как дурной глаз. Вижу, ты умеешь выбирать себе врагов. Ну, да. Похоже, эльфы пронюхали о том, что я их недолюбливаю и хочу уничтожить. И на меня наверняка объявят скоро охоту. По крайней мере, открыто видать, они пока не смогут на меня нападать, особенно в городах. Потому что доказать-то некому что-то. Я всех, кого встречал, просто изничтожил. Сейчас мы пойдем к управителю местному. Он нам поможет обновить наш дом. У меня как раз сейчас скажу сколько. 6832 золотых. А вы сам мужичок, привет. я служу управителем у Ярла Балгруфа. Так, я хочу обустроить свой дом. Я с радостью помогу тебе. Есть множество способов улучшить жилище, если ты при деньгах. И кстати, не забывай заглядывать в каталог домашнего декора. Там все в подробностях описано. И что же ты желаешь приобрести? Да, практически все. Мебель для спальни. я договорюсь о работах. Сделаем все в лучшем виде и как можно скорее. Хочешь купить что-то еще? Ага. Так, мебель для гостиной. Хорошо, я договорюсь о работах. Сделаем все в лучшем виде и как можно скорее. Хочешь купить что-то еще? Так, что-то здесь мебель для столовой. Хорошо, я хочу купить что-то еще? А есть купить сразу все нет похоже я буду пропускать хочешь купить что ты еще детскую или алхимическую лабораторию эти детскую все-таки я хочу потом взять на воспитание двух мальцов которые будут если что моими наследниками в каждом городе чтоб жили хочешь купить что ты еще нет все спасибо тебе надеюсь тебе понравится в драконьем пределе да мне уже нравится наверное там я сейчас еще поселю лидию кстати я ставлю ее на дому я ее тогда брать с собой не буду будущем когда я возьму на воспитание детей я буду часто отлучаться она будет за ними присматривать и делать из них исправных воинов ну а девочки покажет всякие женские там его что у них там есть хватится косметика нечего бездельничать кто бы говорил я драконов валю не уважение к закону не уважение ко мне как они любят меня задирать неужели я так похож на разбойника чем делай этих фруктов и овощей какой-то ты женат с виду похожи всегда обращайся жена и уважить я похож на женатого эльфа я первый раз когда сюда пришел меня сразу хотели как говорится чуть-чуть укоротить на голову олине привет и кстати я зашел так обыденно а вы посмотрите какая красоте ну ничего себе не зря я деньги потратил и еда всякой сушеные эльфейские суши уши я надеюсь что это просто название уши блин но это через тюр а где детская так это похоже комната людей да так и есть вот это моя двуспальня но естественно я же хозяин а ты тут что делаешь ну ладно видать она должна охранять меня когда я сплю она будет у меня комнате смотреть на меня буравить глазками так тут у нас детская да как раз две кровати для мальчика и девочки круто я считаю что это очень круто не все тут нравится тут уже можно начинать снимать серии читательные так сказать где я буду читать книжки может кому понравится тут я буду складировать свое оружие надо короче иметь в руках что-нибудь кстати мне там насколько я помню дали топор торрельда можно его туда складировать или давайте попробуем они также короче сейчас я возьму в руки этот самый топор баугарфа и складирую сюда будет на память мне напоминать об этом задании и о бабушке ну давайте закончим здесь нашу серию я сяду погреться у костра на своем собственном доме но теперь тут действительно можно жить спасибо всем за просмотр до скорых встреч и ребята всем пока